Как на Вовкины именины. Всем привет. Вове сегодня 4 месяца. Он вот уже держит соску, сам ее вытаскивает и опять затаскивает. Ну, ай да. Давай покажи, как ты засовываешь тебе сосочку. Дед отвлекает. У меня на завтрак каша с банановым молоком. Раскладываю переглаженное белье. Сейчас разложу, потом буду мыть полы. Генеральную уборку устрою, пока сегодня других дел нет. Я тут уже собираю игрушки, чтобы взять с собой в Египет. Такие, чтобы оставить можно было там. Прибралась. Ну, вот так вот. Рассортировала. И, как обычно, какая-то мелочь находится, которую я выкидываю. Вот эти игрушки мы с собой возьмем в Египет. А это надо в Лего закинуть. Не люблю, когда игрушки все вперемешку. А Вова уже проснулся и с нами рядом. Многие пишут насчет пылесоса беспроводного. Это очень удобно. Вот просто безумно. Я каждое утро просыпаюсь и раз-раз и пропылесосила пол, потому что вечно волосы валяются. Там какие-то крошки непонятные. А так всегда чисто. Помимо того, что я мою, конечно, полы, еще и пылесошу. Не нужно тащить его откуда-то, провода тянуть. Да, Вова? Любляли мы. Так люблю, когда ты такой золотой. Помыла везде полы. Это счастье. Пыль повытирала. Здесь все уже готово. Порог я тоже помыла. Осталось вымыть обувь. И все. Это те самые кропсы, на которых Саня подскользнулся в прошлый раз. Сейчас это упор подсохнет, занесу домой. У тебя есть подруга? У тебя есть подруга? Ну вы что здесь делаете? Ничего себе, у вас тут бардак. Вы что-нибудь делали с этими карточками, Клин? Да, еще поделайте, полисуйте. Кавычка. Кавычка? Только разбросали? Может, это лисмак? Да что вы его замучили? Сейчас, смотри, грудчика. Он нас за волосы дергает. Вы вот видите, вот это вот? Вы вот это видите, что он сделал? На. На. Куда садится? Ой, побежал, побежал. Побежал, здесь у нас. Что будет лепешки? Поосторожнее. Ему нравятся эти длинные волосы. Клин, ему нравятся длинные волосы. Это мой у вас. Сейчас, если вы его доведете, никто не будет его трогать. Не кричите, не кричите, Клим, ты кричишь. Дайте я. Вкусные пирожки напекли. Клим, покажи, как ты кусаешь пирожок. Горячий. По поводу мяса, очень много рекомендаций, противников и людей, которые поддерживают меня в этой идее. Честно, если бы мне вчера кто-то сказал, что я откажусь от мяса, я бы ни за что не поверила. Но действительно человек должен быть готов к такому кардинальному принятию решений. Отказаться от мяса, от молочки. Честно признаться, помимо аллергии у меня есть и другие жалобы, отеки, желудок, больные суставы. Я не ем мясо уже третью неделю. Это прям достижение, которым я горжусь. Когда мама мне звонит и просит сказать, вытащи мясо, мы там сегодня приготовим что-то в духовке. У меня прям отвращение, я даже не хочу к нему прикасаться. У меня нет никаких этических принципов. Конечно же, мне животных жалко, но так глубоко я еще пока не думала. Мясо для меня это какой-то продукт, который продается на каждом прилавке. И ела бы я его, либо нет, меньше от этого животных не страдало бы. Ну, как-то так, поверхностно я мыслю. Иногда позволяю себе рыбу, когда хочется. Как говорит Советов, ешьте все то, что вам хочется, что просит организм. Но вот на удивление от мяса я очень легко отказалась. И прям у меня сейчас стойкое отвращение к нему. Уже я чувствую хорошие результаты. Спустя три недели. Хвастаться я пока не буду, потому что меня могут обвинить в том, что я делаю поспешные выводы. Я хочу закрепить результат и убедиться в том, что это действительно благодаря тому, что я отказалась от молочки и от мяса. Позже я вам обязательно расскажу, какие преображения испытываю я и мой организм. А они однозначно будут. И будет о чем поболтать с вами. Еще я для себя уяснила одну истину. Если человек не готов, если у него нет никаких жалоб, такое возможно, потому что у некоторых есть такой непрошибаемый организм. И очень сильные ресурсы, которые могут справляться с теми загрязнениями, которые поступают в их организм каждый день. Мой не справляется уже и кричит очень давно, помоги мне, чем я и занимаюсь. Я бы очень хотела, чтобы мои близкие тоже хотя бы немного приблизились к той диете и здоровому питанию, к которому я придерживаюсь. Но мне очень сложно переубедить тех людей, которые и так счастливы с тем питанием, которое у них сегодня. И они даже слушать не хотят о том, что можно жить как-то по-другому, еще лучше, чем они даже живут. В любом случае, когда я готовлю для себя какие-то безмясные блюда и мои родители, мой муж и ребенок тоже едят это, потому что им деваться некуда. Когда есть нечего, им приходится есть мою стряпню. Порой они от этого страдают, но я думаю, от мяса тоже нужно отдыхать, и это очень даже полезно. Пока мой папа с Вовой, сяду помонтирую, мою себе виноград. У Климасика спецзадание. Уборка во дворе. Клим, ты столько мусора набрал, молодец. Ты настоящий герой. А где Лиза и Йоргий, ты их видел? Йоргий пошел туда. Лиза где-то прячется. Позвони ей. Где? Вот. Что ты там? Это для собак! Клим, что ты собрал? Хлеб даже. Молодец. Пока пацаны собирают мусор, мы тут сидим. Вове тоже понравились пакеты, да? Да, я снесну. Снесну вот так. Ну-ка. Классно. Мы так соскучились за ним. Целый день его не было. Ты это уходил целый день, думаю. Нет, нет, наоборот, сына. Вот так, Вовчку давай. Новая соска эта. Инновационная. Это зубочесалка. Да не надо, но ее помыть не надо. Нет, нет, он ее сосал только что. Ему даже нравилось. Ну-ка. Это тоже можно сосать. На. Нет, 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 не надо. Это мое. Не будешь, ты иду. Молодец. 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 Сегодня, да, логопед был? Как ты быстро учишься. Ты способный мальчик, сыночка. Самый способный мальчик. Не надо. Давай еще вот такие плавочки померяем. Зачем это соска тебе? Уряжется. Не надо сейчас. Клим, чуть-чуть посиди, только поел. Потом будем зарядку делать. Чуть-чуть потянешь. Клим, поел, а Саня заказал срочно картошку. Жарим. У нас тут перцы остались. А я ем вот такой вкусный салатик. С лимончиком объедением. Вот столько картошечки с яйцом. Вот умняшка мой. Сыночка, я там глажу. Давай, давай, хорошенько делай. Теперь планку держи. Нет, просто держи планку. Вот умняшка. Ровно, чтобы не проваливалась спинка. Куда провалилась? У тебя на одном уровне должна быть спина и шея. А я тут в коридоре глажу белье. У нас тут места нет. А Вовчик здесь. Пилеша на перепуте. Не знает, то ли пойти к деду с бабой, то ли ко мне, то ли к Сане. Пилешик, ты что? Ты раньше знал, да, куда тебе ходить, когда Мака была? А сейчас не знаешь, куда тебе девать. А, ты играть хочешь? Ку-ку. Клим еще такого не видел. Это мир, это настоящий камин. Там видишь, говорят, дрова. Видишь, как он лезет. Вова тоже удивлен. Вова, ты еще такого не видел. Даже Клим живет здесь сколько и первый раз. Ой, да, да, да. Мне первый раз он смотрел. Видишь? Под стеклом, только не надо. Ты хочешь, чтобы у нас такой дома был? Ага. Что, мы будем ставить камин? Мы пойдем сейчас Вовчика купать. А, ну да, кто-нибудь одели. Вова уже готов. Что тут пацаны делаешь? Вау. Что вы такое интересное тут делаете? Самолетики делаем. Вот теперь уголочек на остриев. У вас еще такая клевая музыка играет. Это пацанская. Вау. Вот вы мастера. Супер. Это делается лапта. Здорово. 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 Здорово.